Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня я вам расскажу, как долго я покупала кольцевую лампу. Да, я ее покупала очень-очень долго. Вот она у меня наконец появилась. На нее будет еще отдельный ролик, но сегодня история. Да, кстати, вы сразу заметите, что здесь у меня стоят цветы. Я камеру сегодня поставила на штатив, решила ее не держать. И сегодня, кстати, у меня еще маечка новенькая, пока не забыла сказать. Вот, покупала лампу я практически целый месяц с лишним. Еще начала присматривать сначала, потом узнавать, просто переписываться с людьми на Авито, у которых был магазин. Но в период вируса они его либо потеряли, либо интернет-магазин у них просто, который находится на дому. То есть, ну, как-то вот так вот. Просто общалась. Потом я стала искать, и в основном везде эти лампы гарантию дают две недели. Неделя, две недели. У кого-то вообще нет, они там откуда-то заказывают, там, может, с Алиэкспресса, там, или еще откуда-нибудь. У кого-то там месяц, у кого-то три, там, шесть месяцев. И потом я нашла у кого-то год. С гарантией целый год, представляете? Я подумала, блин, вот это я хочу, вот так мне надо, чтобы было год, мало ли. Там, полгода пройдет, вдруг у нее там что-то случится, я смогу по гарантии, там, какой-то ремонт сделать, или, я не знаю, там, вроде бы как был интернет-магазин, что ли, у них там. Вот, я ей написала, и забыла о том, что я написала, закрутилась, закрутилась, через несколько дней я захожу, смотрю, мое сообщение прочли, но не ответили. Я думаю, наверное, забыли, ну, ладно. Залезла опять к ним, у них там куча ламп всяких интересных таких. Нашла какую-то супер-пупер, прям, классная лампа, но она стоит дешевле обычной. Вот, но она супер, там, классная даже, здесь у меня 36 сантиметров, там было побольше, 38, или около 40, 42, что ли, вот как-то так, побольше и подешевле. Я думаю, блин, какая классная лампа. Я, короче, пишу, какое сообщение, честно, я уже не помню, написала какое-то там сообщение, мне на него ответили. Я задала следующий вопрос, ну, как бы так и идет, переписка, то есть вы задаете вопрос, вам отвечают. Вы задаете следующий, вам, честно говоря, проще написать, потому что я потом, если забуду, я могу прочесть то, что я написала им, то есть свои вот эти вот заново появившиеся вопросы. Вот, в ответ мне на второй вопрос тишина. Тут, значит, получается так, то, что я две недели уезжаю, а две недели я уезжала как раз на дачу, но я подумала, ладно. Вроде думаю, ну, молчит, может быть, сейчас что-нибудь там посмотрит по поводу лампы, там, может, надо залезть там куда-нибудь, там, в односклад сходить, там, ну, что-нибудь вот такое вот. Думаю, ладно, я домой приеду, когда через две недели, думаю, напишу им, и тогда они мне ее привезут. Ну, может, за эти две недели-то хотя бы мне напишут ответ уже. Проходит две недели, от него тишина. Оно странно, ну, ладно. Через неделю, значит, я уезжаю, да, снова на две недели. То есть как раз там вот получится, вы увидите отдыхи мои, там, влоги вот это вот, все, вы увидите, как мы с вами ездили, отдыхали, наверное, вы уже там посмотрели. Вот, ну, думаю, ладно, не буду никому писать, уезжаю, приезжаю, значит, думаю, блин, надо срочно купить лампу. Иначе я так не куплю вообще никогда, если я буду вот так уезжать, у меня все лето, вот, каждый раз я куда-то там еду. То есть, ну, блин, надо думать, что-то делать. То есть я захожу к этому мужчине, смотрю последнюю переписку, то есть он прочитал, но не ответил мне. Странно. Захожу, смотрю, эта лампа уже продана. Ладно, я нахожу такую же похожую, другую. Опять ему второй раз пишу, в ответ тишина. Я думаю, да что же такое, да? Причем прочел он. Ну, не знаю, может, мужчина, может, женщина, не знаю, кто там. Может, прочел, может быть, да, ну, да, он прочел, но тишина. Причем сразу же прям прочел. Ну, может, смотрит просто на месте такая лампа или нет. Ну, ладно, подожду, жду. Тишина. Я пишу, думаю, может, он не знает, я хочу ее сегодня уже получить или в ближайшие дни. Я пишу, ну, я знаю, что там доставка есть, она бесплатная. Вот, пишу, можно мне, пожалуйста, доставить эту лампу, можно ли у вас оплатить наличкой. Вот, да, у меня наличкой так проще. Он быстро сразу прочел. Тишина. Потом, до меня вдруг доходит. Думаю, а если я куплю лампу все же у них, там, добьюсь его, там, добью его до конца, да, он мне эту лампу привезет. А потом, например, у меня с этой лампой что-нибудь произойдет. А у меня гарантия год. Я думаю, как я ее тогда верну? Я опять ему начну писать, звонить, а он просто будет молчать. И все. Я подумала, блин, а нафиг мне такая лампа нужна? Наня, она мне нужна. Блин, я думаю, хорошо, я до этого додумалась. Я уже просто сижу, думаю, не дай бог, ты мне сейчас напишешь сообщение, еще вдобавок ответишь. Я тут уже передумала, а ты, я думаю, я тоже промолчу тогда. Думаю, что же делать, надо, думаю, писать другим. Я вспомнила, что у меня была там девушка, у нее вообще нет гарантии, но она была готова привезти сразу. Я начала ее искать и натыкаюсь на мужчину. Вот, ну, смотрю, вроде там нормальные лампы. Стоит недорого, там гарантия полгода. Да, 6 месяцев, полгода. Вот, ну, блин, полгода тоже ничего думаю, но напишу, посмотрим, будет молчать или не будет. Пишу, тут же отвечает сообщение, приходит. Я второе, следующее сообщение отправляю. Тут же ответ, и он прям в сети сидит, не выходит даже. И тут же прям пишет. Короче, мы все договорились, я забираю эту лампу и сказал, в течение двух часов я вам подвезу. Он привез за полтора часа. Вот прям насколько это быстро. А представляете, в принципе, если бы вот тот мужчина, который изначально я писал, ответил бы, он бы вчера уже, уже вчера он заработал денег. То есть он бы продал еще одну лампу, если бы он отвечал на сообщение, то есть если там клиент пишет, клиент хочет получить эту лампу, а в итоге вот так вот. Ну, как бы обидно. С другой стороны, я очень счастлива, то что я вовремя додумалась, что может он вообще промолчать, то есть гарантии может и не быть. То есть вообще не дописаться до него. Звонить уж я не стала, но смысла, если он даже не может мне написать, то звонок он может и проигнорировать точно так же. Я подумала, скорее всего, это какие-нибудь мошенники. И, кстати, у него было, вот тут именно у того магазина, да, у него были лампы разбросаны по всей Самаре. То есть смотришь объявление, текст тот же самый, фотография там другая, там другая вообще, другая обоина, другая и адрес другой. В следующее объявление заходишь, другой адрес. То же самое написано, другой адрес. В следующее объявление заходишь, в другой адрес, как будто эти лампы просто разбросаны по всей Самаре. Там стоят у всех дома. Там, не знаю, этих объявлений, ну, даже штук 10-15, но все равно. Либо, конечно, может быть он это объявление подавал с разных мест. Может быть, что ли, там пишется, где человек на данный момент находится на авито. И там, не знаю. Короче, не знаю. Мне кажется, скорее всего, это мошенник. Магазин, кстати, называется «Так себе». Я еще сначала зашла, удивилась «Так себе». Думаю, блин, что-то название странное. А сейчас я уже понимаю, ну, действительно, так себе. Ничего нет, никакой реакции нет, никакого ответа нет. Магазин, как бы, он есть. Вот, пожалуйста, да, у меня есть интернет-магазин, да, например, я могу сказать. У меня есть интернет-магазин, у меня там есть лампы, все. Ну, я не отвечаю ни на звонки, наверняка, кстати. На сообщения, то есть я их продаю, но мой товар непродаваемый, потому что я не хочу никому его продавать. То есть получается как-то вот так вот. Тогда смысл иметь дома интернет-магазин домашний, если ваш свой там, да, если вы его там не продаете. Тут, конечно, купил его мужчину, у него, кстати, оказался еще инстаграм. Он попросил, чтобы я оставила отзыв. Не помню только где. Я сказала, что я, скорее всего, буду, ну, не скорее всего, а реально я буду записывать обзор на эту лампу. Почему бы и нет? Я, естественно, пишу, и он обрадовался, аж прямо у него глаза такие загорелись. Правда-то ваааа. Там, говорю, на YouTube буду выкладывать. Как бы для меня это уже обычно, уже, ну, как бы я выложу, что здесь такого. Вау, классно, классно, я могу, говорю, вам ссылку прислать. Ну, он мне дал свой инстаграм, туда ссылку я ему, короче, отправлю. И у них там есть такой коротенький ролик, просто распаковочка там и все. Вот. И туда он где-нибудь ссылку, короче, он там где-нибудь поставит мою ссылочку. Может быть, еще оттуда кто-нибудь будет посмотреть обзор на лампу. Вот. Вот так вот. Я покупала лампу. Знаете, я когда планировала записать этот ролик, думаю, блин, он будет непонятным, наверное, и очень длинным. Помните, наверное, как я покупала мед? Это было... Прошлой осенью. Наверное. Или весной. Нет, наверное, весной. Или осенью. Короче, не помню. Покупала мед, и у меня получилась точно такая же запутанная такая история. Можете, кстати, в конечной заставке я, наверное, оставлю историю про мед. Вы посмотрите. Такая же запутанная. Естественно. Ну, блин, я не знаю. Ну, если у вас стоит, допустим, вернее, у него, да, стоит то, что может человек ему написать, тогда, я думаю, надо отвечать. Ну, ладно, там бывает. Тем более он ее прочел. Ладно, если он ее не читал, мое сообщение, как бы, ну, как бы еще ладно. А он ее уже прочел, и при этом не отвечает. То есть тишина. Или находится в сети, или, может, читать не умеет, я не знаю, может, ну, не знаю. Может, он, скорее всего, читать не умеет, просто сидит по буквам и часами ее читает, мое сообщение. Но оно не длинное, не вот такое, вот там несколько, просто обыкновенные, самые стандартные вопросы. Я уже просто не могу начинать писать, когда вы сможете подвезти, я уже хочу купить там все. То есть человек готов, все, вот он уже может забрать эту лампу. Но, в ответ, тишина. Я не знаю, почему, ну, блин, просто это очень-очень-очень странно. Вот. Вот такая у меня сегодня была история, сегодня с вами поделилась. Лампа у меня, кстати, 36 сантиметров, и это очень-очень классно. Она мне очень просто безумно понравилась. Парень, кстати, пришел, он ее полностью собрал, рассказал, что где находится, как делать. Как прикручивается. Короче, просто прям все. Не просто там принес, поставил, как бы ушел. Допустим, как могли бы сделать это другие, да? А он все рассказал, ну, то есть все. Там, ну, видно было, конечно, что он торопился. У него там сумка была, еще какие-то заказы были. Вот. Но все равно, прям вообще, молодец, умница. Вот. Блин, не знаю. У меня просто я прям на эмоции вчера уже была. Думаю, блин, целое месяц я покупала эту лампу. Думаю, вот кому-нибудь скажи. Мне кажется, они вообще будут в шоке. Как так, Наташа, до чего? Вот. Сейчас я посмотрю. Сколько у меня там? О, почти 15 минут я уже с вами болтаю. Поэтому мы будем с вами заканчивать. У меня сейчас как раз будет, я буду записывать сейчас следующую историю, которая уже выйдет у вас завтра. Которая будет очень тоже, кстати, интересная. Вот. Поэтому на сегодня это все. Подписывайтесь, кто не подписан, обязательно. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мой ролик. Потому что следующий ролик уже выйдет завтра. Плюс завтра. Вернее, через день у нас с вами выходят обзоры на продукты. На технику периодически. Вот она. Ну, техник я не могу купить. Много ее прям много очень покупать. Иначе я просто все завалю. А продукты гораздо проще. Купил, сделал обзор, съел. Все. Нету. Купил, сделал обзор, съел. То есть это просто прям шикарно. Мне очень-очень это нравится. И, конечно же, для вас это большой-большой плюс. Что вы можете посмотреть обзор на продукт. И подумать, стоит вам переплачивать деньги. Стоит покупать или не стоит его. В первую очередь я все это делаю для вас. Также у нас есть влоги. Которые тоже выходят каждый день. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Обязательно подписывайтесь и будете смотреть. Еще там куча-куча всего интересного на моем канале. Фоны, живопись. Блин, я просто не перечисляю там много всего интересного. Я думаю, что у нас еще очень-очень много всего интересного появится в будущем. Вот, поэтому смотрите ролики. Пишите комментарии обо всем об этом, как я покупала лампу. Ну, лампу действительно сложно купить. Если бы, конечно, она была в Ситилинке, продавалась. Я его весь перерыла, но я не нашла. Мне было бы проще купить, например, оттуда. Там я точно уверена, что есть гарантия. Я могу с ней прийти. Чем, допустим, здесь. Да, мне дали там листочек, чек, там все такое. Но все равно это сложнее. Там все-таки проще. Я люблю в Ситилинке брать. Ну, или в другом любом магазине техники. Но ее нету, нигде нету. Поэтому просто начинаешь искать уже лишь бы где. Хотя, честно говоря, я не понимаю, почему ее нет. Напишите в комментариях, может, вы знаете. Так-то, по большому счету, лампа. Так, все, не буду дальше болтать. А, что там? Да, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Пишите комментарии внизу обязательно. Так, четвертое. Ставьте лайки. Обязательно лайки ставьте. И все. С вами был канал Artmania. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok